еще раз всем привет видео начинаем вот так вчера мы вдыхали от жары не ходили в домик, все ждали, но завтра точно в термин поедем в термальный бассейн смотрите затучило дождь чередок или жарящиха посидеть будет там, а сегодня вот мы такие, мы герои, нормальные герои всегда в ход я говорю, Леня, зато у нас все идет по плану, а если не планировали, что сегодня у нас термальный бассейн и без различного откуда сверху снизу вода идет у нас термальный бассейн конкордия дождь идет, а мы на термин термоз конкордия, дождь идет ну ничего, надеюсь нас пустят вот цены, интересно что тут написано, Ник? дети младше трех лет не платят, с собачками, с кошечками нельзя вот, радио-серквита посмотрим так вот здесь такие турники, ой, божечки, чуть не наступила, чуть не наступила на спящую красавицу вчера, кстати, тут было все занято машинами стоянка мы заехали вчера поспрашивать 4 часа вечера, сейчас 9 утра разыгрывать еще какие-то мотошки так, проходим заходим а что она сказала, зонтиков нету? нету так, вот бассейн, наверное, какой-то наливается мы вообще где находимся? ты его знаешь? там, остались там, остались а, остались, так, и, да? значит, налида ентрада, там… чё то вообще тут ало ханело а, то ало ханело да? оп лага термаль уелиток у дьявства есть, да? наприк, если пойти, да, будем жили цирквит, то, кладут В общем, мы красавцы. Я под зонтиком. У тебя же вопрошка не намокнет, правда? Не, не, вопрошкой можешь снимать. Так, ну сейчас мы куда-нибудь пристроимся. Блин, вчера такая жарюка была. Если бы мы знали, что сегодня такая погода. Но дождь не передавали. И рисовали 38 градусов. Ну ничего, надеемся. Только день начинается. Еще все у нас будет хорошо. Серквито и идрико. Тут одна пилета, вторая, третья. Должны быть теплые. Глянь, зато нету народа. Никого нету, зато. Да, есть, но мало. Ну, воскресенье знаешь, тут бы? Там есть, написано вот это, как бы, как тебе сказать. Написано закрытые пилеты. Ага. Так что мы, наверное, туда сейчас попрем. Закрытые бассейны, давай. Да, закрытые бассейны. Нам надо где-то, чтобы вещи свои. Вот такие же за внутрь, как мы еще ходим. А вот Эжа и Эжа. Ну, смотри, туалет идет. А, туалет. Вот бассейны какие-то, наверное, тепленькие. Да, потому идет, а здесь пар идет. Должна быть теплая вода здесь. Сейчас, наверное, сюда закрытый бассейн. Вещи оставить. А потом ходить по участку. Вот. Бассейн какой-то. Здесь, чем хорошо, вода все время циркулирует. То есть там наливается. Тут она выливается потихоньку. По-моему, так все устроено. Вот. Мы идем в скрытый бассейн. Вот вода наливается. Все бассейны наливаются. Они все. Вот. Ой, какая красота. Леня, какая красота. Леня, какая красота. Несколько девочек не полосы тут лежит? На. Ник, служи, пожалуйста. Все. Это же надо было вытащить все вещи, а просто пилеты до пилеты бегать так, а потом выходить, взять, когда надо. Ну, от пилеты до пилеты не побегаешь. Ну, дождь конься побегает. А бокал закрытый. А там люди плавают, там есть пилеты, да? Ну, и пас. И там пар так идет. И они просто сидят. Превосходно. Идите, где вещи для оставить? А вещи для самок нам устали? Вещи тут устали. А все потом... Тихо. Вот хотите, с той стороны вещи поставить, и буду на те пилеты, и на те пилеты. Ну, давай туда, на ту сторону, давай. Близко, до вещей. Хорошо, пошли. Ну как, друзья? Хорошо. Хорошо, да? Там уже выбирают. Сейчас я тоже к вам. Вот там, кстати, Леня говорит, сзади домики. И это их не всякая территория, и там можно домик снимать. Ребята, в этом 43 градуса. В этом бассейне. Так, тут 43 градуса. А там, где не купается, там 35, а там, сказал, 40, и что? Дождь идет, да. Да, Калас. Да, прикинь, если бы тут еще снег был. Если бы тут еще снег был, скажу. Вообще прикольно. 43 градуса. Офигеть. Вау. Ооо. Смотри. Ой, Ля Патар. Это моя температура. Пока расскажи, как ты себя чувствуешь. Я чувствую себя хорошо. Счастливый. Хорошо, счастливый. Да. 43 градуса под дождем. Слушай, если бы здесь сейчас светило солнце. Да, и жара. Я не знаю, чтобы тебе светило в этом. 45 градусов. А так? То да. Можно выйти, пройтись и опять сюда. Классно, да? Это да. Крутенько. Смотрите. Да? Ой, 43 градуса под дождем. 43 градуса. Не коляс там в той пилете, где 35 градусов. А мы там где 43. Смотрите, как идет дождик. Я говорю, Леня, жаль, что не идет снег. А еще хорошо. Никого нет. Вот это да. Сейчас на случай потихоньку сходится, но мало. Вот это дождем, пока этот бассейн чуть-чуть еще наполнится. Чистая водичка какая. А мы идем сюда. Дождик пока не прекращается. Вот, кстати, такие вешалки. Можно сюда одежду складывать. Кстати, заходят, по-моему, вот отсюда. Давай. Вот домики, да, мы рассказывали. Здесь можно эти домики снять. Домики здесь, пожалуйста, себе. Ну, ты вообще проснулся, пошел, ты веток отсидел. Пришел, поезидел. Тут можно и в марте приезжать. Да, в любое время. Смотрите, какая прозрачнейшая вода. Рюля, ты показала, какая вода прозрачная? Нет, смотрите. Ну, здесь немножко такое оно. Ну, вообще, вот. Вода, так как она меняется постоянно, и она хлоркой не воняет, что хорошо. Правда? Да. Вот уже люди здесь чуть-чуть пришли. То есть, это ж, ну, понятно, термальные воды, они хлоркой не должны. Но мы, когда на плаву не ходили, поняли, что там такая вода. Вы долго ходили, а я пару раз ходила. Вода хлорированная, ужас какая. А тут, вот, сейчас я покажу. Вот, видите? Сейчас я перестану ходить. Вот она, такая вода. А? Я, конечно, покажу. А я, Лёня, смотрите. Лёня не даю камеру, потому что он хочет её утопить. А я не решаю. Зачем? Мне надо и так всё видеть. А я её так и утоплю. Да, только ты меня не показываешь. Ты сейчас начнёшь снимать здесь? Нет. Сейчас я на свою руку наведу. Смотрите, вот. Так. Настоящие аргентинцы везде ездят с матой. А мы? С кофе. А? А мы кофеён пьём. Покупали с горячей водички. Кстати, могу подсказать. Один из лучших термосов. Вот это. Есть ещё тоже термос. Как называется? Станлей. Станлей. Ну, они, в принципе, на одном уровне. Вот эти ещё возьмите. Это два раза дешевле станлей, но очень хорошие. Единственное, учитывайте, что вот мы брали термос маленький, да? Но он без ручки. Почему? Потому что есть термос на литр и две десятых, то есть на литр 200 грамм. С миллилитров. Он с ручкой. И вот эта ручка может отвариться, отпасть, там точечная сварка. Получится дыночкой, и всё, он больше не работает. Ну, да. Саду за такими красивыми ногами. А ну-ка. Вот так. Ой, подожди. Лежим тут. И думаем, как хорошо тем людям, у кого есть бассейн во дворе, да? Мы лежим тут, я падаю. Тут такие нашли маленький бассейн, у которого мелко, и можно так просто полежать, как бы. Мы лежим, как в два капибара. Вот эти, аргентинские, знаете, которые там залежут в воду и там. Ну, это капибара, это которая свинья такая. Если я когда-то, ну, она капибара называется. Капибара подходит в интернете. По нашему карпинчу, я два аргентинских карпинча. Вот так что, у меня, валяемся себе тут. Кстати, чуть-чуть похолодало на улице, так хорошо, да? Да, дождик идет, а нам какая разница, мы все равно в воде. Ну, мы не будем так и быть, пускай нас поснимает. Так, ну, в общем, пока сегодня наслаждаемся и строим планы на будущее. Ну, в каком плане планы, планы-то не планы. Просто думаем, как лучше делать, чтобы были интереснее наши видео, чтобы еще там какого-то проснимать, как еще куда-нибудь смотаться, чтобы совместить рыбалку. О, кстати, пишите, какие темы для видео интересны для вас. Да, но только небезопасность в Аргентине уже просто. Да, только уже достало. Как-нибудь что-нибудь другое. Просто, кто хочет про безопасность, я скажу, тут так страшно, тут убивают на каждом шагу, не едьте сюда, блин, больше. Ладно, слушай, я это, вообще не о том. У нас вообще видео не про... Да я шучу, но так как все пишут, зато я ничего. Ой, я говорю, Леня, слушай, ножки, какая красота. Кстати, этот бассейн, он очень мелкий. Вот я сижу в нем, вот Леня ползает. Он очень мелкий, но он хотя бы не горячий. В нем так хорошо после горячих бассейнов здесь сидеть. Я крокодил. Ник уже накупался у нас, сидит там. Леня взял телефон и по интернету... Вот дети, дети, Леня, иди погол... А, Леня там не слышит. Дети, они молодежь. Они, не знаю, может, у кого-то не такие дети, как у нас. У нас дети, если у них нет телефона, интернета, им скучно. Не, я понимаю, что ему может быть скучно с нами. Может быть, были бы его здесь друзья, может, ему было бы здесь весело. С родителями не так весело. Я говорю, дети, да? Леня, дети, говорю, не такие, как мы, поколение детей. Мы какие-то более... И то, я не считаю, что мы слишком уж активные, все такое, намного активнее люди. Но тем не менее. Хорошо тем, кто живет в этих домиках. Кстати, это на следующий раз надо так и сделать. На пару дней приехать прямо поселиться вот в термах. Чтобы так, когда скука какая-то или что-то такое, пошел в домик, поспал немножко. Это самое, снова вышел в термах, побултыхался. Он до 12 ночи, и тут вечером он будет, наверное, очень хорошо. Свет включат, должно быть хорошо, освещен. Ну, в смысле, вот я смотрю, вон женщины идут. А они прямо с домика выше в купальниках полотенца. И все, и мне надо там ехать, переодеваться там, быстро. Ну, мы же ехали туда, куда ты уже как бы ездил. Ну, да, я в этих термах никогда не был. А в тех домика, где мы поселились, был два года назад. Соответственно, как бы, я написал по WhatsApp, у меня пригласили, сказали, приезжай. Все, ну, тем более им интересно то, что я же видео делаю. Я в прошлый раз сделал хорошее видео. И хозяйка домика, она сама меня нашла через Facebook. И мне написала, поблагодарила за хорошую рекламу, типа, их домиков на испанском канале. И говорила, будешь в наших краях, заезжай. Ну, я написал, что поеду сюда, она снова пригласила приехать. Мы и поехали. Мы даже не знали, что тут тоже есть домик. Я знала, просто, что мы не... Как бы туда поехали, не поехали. Мы пригласили, я там был. 10 минут машины ехали? Да, 10 минут езды отсюда. Вот так вот. Здесь... Параниньезда написано, Леньба? Я без очков не вижу. Ну, вот там написано. А, значит, это бассейники для детей. Вот. Здесь душ будет. Не будет, а есть. Включается. И, пожалуйста, детские бассейны мелкие. Пойдем глянем туда. Пойдем. Вон там с какими-то горшками бассейн. Ага. Вот. Мы оттуда идем. Видите, вот там крытый бассейн получается. Сейчас. Не слышу. Если бы мы вчера приехали плюс 40 и нечем было дышать, я не знаю, как тут можно. Еще раз, наверное, повторяюсь. Это сейчас так хорошо на улице. Ой, слушай. Как хорошо. Ты знаешь, если бы я такое видео смотрела, я бы даже позавидела. Ну, о-о-о-о. Получается, сколько от города Гиппалансай? Это 450 километров. Не, эти. Сколько? 470 километров от Бонус Айвес. Мы это просто приехали. У нас у Николаса в пятницу, 27 января, день рождения. И не знаю, может он с друзьями пойдет праздновать или что. Хотели ему сделать такой маленький подарочек. А? Тоже для деток? Или нет? Нет. Я рассказываю людям, мы хотели уже несколько лет сделать, то коронавирус был два года, то что-то у нас еще не получилось, то мы с Ником заболели. И как-то у нас все время не получалось. Это мелкие какие-то. Смотрите, вот эти вот опять здесь эвкалипты. Кстати, ты показывал наш домик, построенный из эвкалиптов? Ну, домик не наш, который мы снимаем. Не показывал еще? Да, я думаю, в начале, когда приехали, показывали. Не, ты говорил, что это эвкалипты? Эвкалипт нет. Ну, в общем, вот этот домик построен из этих эвкалиптов. Потому что если когда мы ездим там на море, на побережье, когда мы ездим, то там используют сосну. А здесь вот эти вот эвкалипты красивые. Вот вешалочки, пожалуйста. Все красивенько, травка. Вода эта термальная. Тут написано было какие-то радоновые воды, еще там какие-то полезные, там лечебные, целебные, все такое. Еще, знаешь, чем она отличается у визаэлиса? Чем? Визаэлиса, по-моему, соленая. Соленая? Разве? Да. Да? А тут не соленая? Да? А тут не соленая? Ага. О, здесь поглубже, да? Теплая вода? Да, теплая. Ладно, я иду к тебе, выключаю пока вас. Красота? Ну что, мы уже будем собираться? Да. Мы уже наплавались, накупались, я не знаю сколько времени сейчас, но уже все. 64,5 отмокну. А, мы еще были там, ты показывал на каких-то штуках? Немножко показал, но там были и люди, мне показывают сильно не надо. А, ну да, точно. Там были гидромассажи такие. Мы там были полчаса только, что слава. Такие питки, как будто вас со шлангой горячей водой поливают. С напором. С напором, да. С большим. Фух, целый зал, таких гидромассажей. Все, устали. Ребята, специально остановился, хоть и дождик, снять вам один прикол. Смотрите, около каждой коровы бегает гузка. Заметьте, какая-то, ну типа цапля какая-то. Мы там проезжали, одну увидели, думаем, да что за ерунда? Вот, видите, коровы, конечно, дикие. Но посмотрите, около каждой коровы бегает за ней цапля. Мы там видели одну корову с такой цаплей, думали просто заблудить подружки какие-то. А тут, оказывается, вот целая стая цапль. Они сейчас, конечно, напугались меня, улетели. Но они бегают прямо конкретно за каждой коровой. Что они там собирают, что они хотят на ней подружиться. Ну вот, они их сопровождают. Мы уже дома. Чем ты тут занимаешься? Турочка. Дождик идет. Красота. Красота. Уже люди сидят. Ник у нас читает. Интернета у нас почему-то сейчас нет. Пропал. Говорят, когда дожди, да? Часто пропадает интернет. Так что мы без интернета. Я не могу послать такой этот. Не можешь? Большой пайл. А, да? Ну, уже отключить. Попробуй, может, ватсапом использовать. Ватсапом можно послать. Ой, курочка ходит. И все вот так. Такая тут территория с этой стороны. И получается, здесь пришли посмотреть. Тут какие-то, не знаю, мусор это. Трава какая-то, да? Там вот лошади пасутся. Вот видно, сейчас я покажу пальцем. Вот это речка. И за речкой Уругвай. Вон там лошадки. Вон видно там река. Ага. А здесь вот курятник, курочки. Гуси. Решили трошки ночью поснимать. Посидеть. Посидеть. А потом поснимать. Слушай, тут комары гудит. Конечно. Грозар скоро, на завтра надвигается. Мы решили луну поснимать. Смотри, чем я занимаюсь. Я печатаю вот эти. На свой инстаграм печатаю сториз. Ага. Видишь? Это мы сидим ночью так отдыхаем. Да, тут эти... Смотрите, площадки такие интересные. Площадки такие интересные. Вот это, к примеру, баскетбольная площадка. Она... Ну, там дальше ворота видно футбольное, да? А вот это баскетбольная. Слышно сверчков, наверное. И тут куча земельки есть. И мы туда пришли, кот за нами прибежал. Кот быстренько тут себе туалетик в земельку походил. Мы такие смотрим. Думаем, ну да, для любителей, которые любят там попрыгать, попадать при ловле мяча носом. Конечно, кошачий туалет, а не площадка. Некоторые отдыхают. Некоторые печатают. Сидят тут свои инстаграм. Смотрите, как ночью. Гоупрошка бы же мне потянула, но телефон еще как-то тянет, снимает. Я отвечаю на вопрос. Да скажи, сколько петель набирает на нас? Да? Тут такие звуки издаются из этого леса, что мы думаем, что там, блин, в Чураскин парке динозавры орут. Вон там, с того леса. О, какие звуки странные издаются. Блин, как назло. Вот это пятый раз включаю телефон, чтобы заснять эти душераздирающие звуки, блин, и они прекращаются, как только выключаешь камеру на запись. Представляете? Это вот закон подлости. Вообще у нас тут так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бананы хотите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О!